МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока человек не прикоснётся к истории, он пребывает во младенчестве. И как бы мы ни тянули этажи к небу, всё равно не удаётся заслонить останки старого по воле случая, дожившего до сего дня. Достигнув массовости, мы проглядели индивидуальность. Не от того ли музыкантов тысячи, а погонение не превзойдён никем. Здание возводится эпохальное, а взгляд ловит какой-нибудь деревянный домишко в кружеве наличников или простенькую церквушку, поскольку радует человеческую душу неостуженные временем теплоруки, затаившиеся в кирпичике, в главке, в завитке карниза. Вот по дороге из Дивеева-Вардатов находится село Автодеево. И его история уходит вглубь веков. Во времена, когда был в тех местах лес темной, мордовский, бортной, ухожий, как сказано в старинных книгах. Мордва промышлял здесь охотой на медведя, куницу, белку, бобра, которые водились в Ордатовском крае в несметном количестве. Бортничеством в основном занимались русские. Пчёлы жили в естественных или специально выдубленных дуплах деревьев. Мёда они приносили так много, что иностранный путешественник, познакомившись с этим промыслом, записал. У мордвы в лесах мёд обильно сочится из утроп сосен, а медведи, привлекаемые сладостью, лезут для добычи вкусной еды на дерево, невзирая на укусы пчевол и страх перед человеком. Бортные угодья, ухожие, принадлежали дворцовому ведомству. И само село до 1792 года тоже значилось во владении главной дворцовой канцелярии. Первое упоминание об Автодееве относится к 1616 году. В Арзамасских поместных актов оно, кстати, называлось деревней Овтодеевой. А название это происходит от мордовского слова «Овто», что означает «медведь». И в те далёкие времена, четыре столетия назад, это был самый настоящий медвежий угол. А затем за государеву службу первые цари династии Романовых начали раздавать ордатовские сёла и деревни боярам и дворянам в поместье. То же Автодеево в разное время находилось во владении генерала-лейтенанта Григория Алексеевича Васильчикова, гвардии поручика Ивана Ивановича ТСС, генерал-майора и командора Фёдора Михайловича Рахманова, генерал-майора и кавалера Ивана Христофоровича Гессе. Вот эти именитые помещики проживали в Москве или в Петербурге, а в свои отдалённые поместья даже не заглядывали. С 1802 года Автодеева находилась во владении Рахмановых. И этот старинный дворянский род по одним данным был основан выходцем из Орды Рахманом, а по другим ведёт своё начало из Польши. В 17 веке Рахмановы служили стольниками, стряпчими и дворянами московскими. Автодеевские помещики были военными. А жизнь простых людей в этих местах была тяжёлой. Работать им приходилось много, однако урожаи были низкие, и хлеба на всю зиму не хватало, да и на дело были небольшими. Крестьянам приходилось заниматься промыслами. Они, имеющие ремесла, шли в ямщики и занимались извозом собственным или покупным товаром. Руду, уголь, дрова развозили на заводы, пеньку на уездные базары и ярмарки. Стоит отметить, что Автодеево было наиболее благополучным из сёл, входящих в один с ним стан. В то время Ордатовский уезд делился на три стана. Но и здесь жили бедно. Крыши крыли соломой, спали на соломенных подстилках, избы топили по-чёрному. В 1806 году автодеевские помещики Рахманова подали прошение на имя архиепископа Нижегородского Арзамасского Вениамина с просьбой разрешить им строительство каменной церкви во имя преображения Господня с пределами святых в честь небесных покровителей Фёдора Михайловича Рахманова и его супруги Елизаветы Яковлевны. Разрешение последовало 9 августа 1806 года. А в то время в Автодееве проживало почти тысяча душ мужского пола. Строить храм начали в 1812 году, а закончили через 10 лет, в 1822 году. Народная память сохранила предание о нездешней женщине, страдавшей от тяжёлой болезни. Ей явилась во сне святая Троица и велела искать источник у села Автодеева и спить его воды и трижды облиться. Благодатное исцеление, которое произошло с этой женщиной, судя по всему, заставило принять новые решения. И церковь посвятили живоначальной Троице, а позже в ней устроили тёплый предел в честь святителя Николая Чудотворца. И в 1840 году к трапезной части пристроили колокольню. А когда строили храм, чудесным образом явился рядом с селом целебный источник, указанный больной женщине во сне, святой Троицей. Этот источник в окрестностях Автодеева почитался особо. Жители села помнили, что на этом месте некогда была обнаружена чудотворная икона живоначальной Троицы. И на Троицком источнике построили красивую часовню с мраморным иконостасом. К строительству церкви в Автодееве подошли основательно. Шесть лет готовились к этому событию, наладили собственное производство красного водостойкого кирпича, из которого сложили церковь, колокольню, амбар и барский дом. А проект храма заказали Михаилу Петровичу Коринфскому, который учился архитектурному делу в Петербурге у академика Воронихина. Автодеевский храм представляет собой яркий образец архитектуры классицизма с ее величественной простотой. В жопописной панораме села с его немудренными деревянными избами храм, построенный в виде корабля и стоящий на взгорье, символизировал спасение в тихой пристани заблудших, избившихся с пути душ. 20 лет у престола Троицкой церкви стоял священник Михаил Алексеевич Критский. Семья у Критских была многодетной и было в ней 8 детей. После успешного окончания Нижегородской семинарии отца Михаила направились служить в храм в села Автодеево. А после революции 1917 года отец Михаил стал юродствовать и у него появился дар прозорливости. В сентябре 1919 года его арестовали в первый раз. Обвинили в том, что батюшка в сельсовете сорвал плакат Ленина и Троцкого и собирал милостыню для Девеевского монастыря. Через полтора месяца отца Михаила освободили, а в феврале 1920 года он был вновь арестован за создание в Автодееве церковной школы вместо советской. По пути в тюрьму Критский сбежал и, не скрываясь, вернулся домой и служил в Троицкой церкви. При этом, как прежде, поминал за богослужением и царскую семью. Последний раз батюшку арестовали 19 декабря 1920 года в церкви по окончании службы при большом стечении народа. Когда его переводили из одной тюрьмы в другую, недалеко от села Пушлей, в лесу, 1 апреля 1921 года, конвоир застрелил батюшку. По официальной версии, при попытке к бегству, но врач, обследовавший труп, констатировал смерть от выстрела в голову, в упор. Власти хотели похоронить отца Михаила в Кулебаках, но жители Автодеева воспротивились этому и повезли его в свое родное село. От села Кужиндеева до Автодеевской церкви гроб несли на руках. Похоронили отца Михаила в день Боговещения, 7 апреля 1921 года. Богомольцев собралось так много, что они не помещались в церковной ограде. И когда гроб был опущен в могилу, засыпан землей, приехали власти, желавшие помешать похоронам у храма, но народ не допустил их к могиле. В советское время уже не храм занимал центральное место в селе, а клуб и библиотека. А в Никольской церкви устроили зерносклад, в Троицкой поставили две меринцы, от их работы деформировался фундамент и появились трещины в стенах. Все убранство храмов было уничтожено. Крыша над Никольским пределом отсутствовала, верхушки зданий поросли деревьями, но все годы храм стоял под крестами. Правда, когда в начале 90-х годов стали кресты менять, старые оказались во многих местах прострелянными. Но Автодеево стало возрождаться, когда в селе обосновался скит Серафима Дивеевского монастыря. 7 сентября 1992 года состоялась передача зданий Автодеевской церкви, школы-интерната при ней Дивеевскому монастырю. Тогда же, в том же 92-м году, впервые в Автодееве побывал святейший патриарх Алексей II. По его благословению скит посвятили небесному покровителю села, святителю Николаю Мерликийскому. Удивительно, но этот скит в скромном селе под Ордатовом предстоятель русской православной церкви посещал трижды. Регулярно там бывает митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Постепенно провели скит в воду, дорогу засыпали камнями, утрамбовали, песочком посыпали дорожки. И когда летом 93-го года святейший патриарх приехал в Автодееве во второй раз, он отметил, что во всем чувствуется хозяйская рука. Понятно, что в Автодееве есть свои традиции. Главные праздники, День Святого Духа и Зимний Николас собирают богомольцев не только из своего села, но и из соседних сел и деревень. На праздник святитель Николай обыкновенно приезжает игумене Сергия. В Никольском скиту какая-то особая добрая атмосфера. А летом сюда приезжают дети. Сами себя обслуживают в трапезной, в гостинице, помогают сестрам на поле, на огородах, в пекарне, в коровнике и каждый год готовят прощальный концерт. Зимой собираются вновь в скиту и непременно показывают рождественскую сказку. На вопрос, что самое главное монашеской жизни автодейские сестры отвечают труд и молитва и добавляют. Но главное это любовь. Без нее не будет ни молитвы, ни труда.